Поясню более подробно этот важный момент, который является основополагающим. Рассмотрим на примере другого магазина, тиражки интернет-магазина 1SBITREX. На большинстве сайтов используется ЧПО, а следуя до различных страниц, не используется различный набор get-параметров. То есть, видите, каталог, мы переходим в соответствующий раздел, открываем страницу и, как видим, путь у нас не содержит ни одного get-параметра. И, следовательно, без учета get-параметров с установленным флагом у нас все будет и так работать. Если же по какой-то причине у нас каталог или список новостей или еще что-то не работает в режиме ЧПО, а все параметры передаются через get-параметры, в этом случае имеет смысл все эти идентификаторы добавить в поле, а также страницы, держащие только следующий параметр. Вот у нас есть новости. В данном случае, как видите, детальной новостью является у нас ЧПО. Давайте авторизуемся и отключим ЧПО режим. Соответственно, возвращаемся на новости. Выключаем ЧПО. Теперь у нас get-параметры являются идентификатором соответствующими. Сохраняем. Переходим на страницу. Соответственно, у нас теперь get-параметр element-id является важным. И мы, следовательно, его берем и прописываем в поле включения. Вот. После этого у нас get-параметр element-id будет также... все страницы, содержащие этот get-параметр, также будут включаться в кэш. Но это только в том случае, если вам действительно надо, чтобы эти страницы включались в кэш. Также имеет смысл добавить все страницы, получаемые в результате постраничной навигации. Контент там, в общем случае, уникальный. В принципе, поэтому мы можем добавить соответствующие get-параметры. Вот мы переходим в соответствующий раздел, видим у нас постраничную навигацию, нажимаем. Соответственно, pageant подчеркивание 1, а в некоторых случаях 2, 3 и так далее. Мы можем добавить соответствующие поля, для того, чтобы у нас эти страницы также попадали в кэш композитного режима. Также, если у вас используется каталог с фильтром, тут стоит обратить особое внимательное. Как правило, все параметры фильтра передаются get-параметрами. Как видите, у нас есть набор get-параметров. Все эти параметры добавлять в кэш композитного сайта не нужно. По той причине, что вариантов комбинации фильтра и get-параметров огромное количество. И вы диск просто забьете файлами кэша. То есть, смотрите, да, у нас, соответственно, здесь можно указать любое число начала розочной цены и любое число окончания розочной цены. Сами представляете, какое огромное количество комбинаций здесь может быть представлено. Здесь нужно действовать адресно. Во-первых, сколько у вас есть места на диске и насколько для вас важно, чтобы данные отдавались с текущей страницы из кэша композитного режима. Отсюда уже и подходим. Например, мы можем добавить в кэш, соответственно, идентификаторы производителей. Их немного. Очистим все get-параметры. Вот у нас всего лишь присутствует три производителя. Их немного. Комбинаций их также не очень много. И мы можем их добавить. А вот фильтр подибазон, как я уже сказал, смысла туда добавлять нет. Потому что у нас каждая комбинация возможных вариантов будет создавать кэш. И это нужно еще перемножить на другие варианты, соответственно, фильтром. Допустим, как видите, артикул. Или материал. То есть, просто колоссальное огромное количество комбинаций. И, соответственно, у нас будет огромный кэш на не очень сильно различающийся контент. Мы не то, что не выиграем. Мы, скорее всего, потеряем даже производительность из-за огромного количества маленьких файлов кэша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!